о конкретных встречах которые планируются говоря простым языком вашим как они называются вы не называете а у нас было свидание и до последнего пытается просто просто встретиться просто вместе провести время то есть никогда никогда сейчас не не со стороны мужчины со стороны женщины не будет звучать это слово за то через какое-то время могут посыпаться претензий я никогда не была на настоящий свидание ты их боялась молодость я тебе говорю пошли если бы я сказал пошли на свидание души как это все так вот я к чему но хорошо хорошо но встречи наше хлебушку ой сашенька забирайте туда себе а вы не стесняйтесь пусть у вас там стоит у вас мы еще подрежем сейчас да не скажите ну хорошо но назначили встречу вот это не готовишься миш или нет как было так и пошло говорите когда люди общаются и только познакомились ли когда они уже встречаются когда уже не встречаются а вот по другому ответ да я скорее всего ответил вот 1 сюда нет не про первое свидание я не про первое свидание ну хотя хорошо теме хорошо подожди но почему динам может быть и первое может быть и первое да не важно первое второе я хочу сейчас о другом сказать я хочу сказать что вы готовитесь к нему схематично но готовитесь есть небольшой скелетик но скелетик есть ты на на эту встречу не называем это свиданием ты на эту встречу ты постараешься как-то ну одеться может быть ну более более так чтобы да внимание к себе привлечь как-то показаться что ты чистоплотен что ты элегантен что у тебя там со вкусом все в порядке ты будешь это стараться делать ну лично для меня это ломается мне кажется он каждый день это делает ну подожди но я миша пусть понятно он всегда элегантен но хорошо но это я могу делать но не для того чтобы там красоваться чтобы себя как-то показать лучше себя раскрыть а мне кажется тем самым ты проявляешь уважение к человеку к которому ты идешь на встречу он видя что ты вот такой весь презентабельный он понимает что ему важно то зачем он сейчас пришел и чем будете заниматься то есть он старается соответствовать так замечательный ответ а вероника готовится к встрече естественно вы меня видели саша ты не тоже готовился к встрече сарьяна я могу спонтанно дианы ну да я наряжаюсь я не буду спонтанно там потом как то зачем из себя что то предупредить какая и ну да я говорю что не с целью красоваться если какие то цели другие преследуют человек достаточно у меня это показать уважение показать уважение хорошо потом может быть вы идете куда то может быть у вас театр может быть у вас еще что-то То есть вы должны еще и в соответствии с тем местом, куда вы идете Должны быть одеты, все понятно Хорошо, тогда второй вопрос Вот у вас одна встреча, другая, третья, пятая, десятая Вы там в театр, вы там еще куда-то Вы все время готовитесь к этим встречам А потом ты можешь приехать к Веронике, не предупреждая ее, просто в гости Не предупреждая ее Теоретически, да А практически? Надо вспоминать Нет, ну просто может быть такое, что меня дома нет Или его нет Нет, ну это можно выяснить Он может позвонить с утра, узнать там какие-то планы Такую ситуацию сложно создать Потому что сколько средств коммуникации Так уж совсем спонтанно Я сейчас не про ваши телефоны, вы конечно можете позвонить Я сейчас все к чему клоню Я хочу вот ваше поколение выяснить Одно дело наше поколение Вот уже взрослое, и мы воспитывались в Советском Союзе У нас как-то все У вас сейчас совсем вообще все по-другому Я к тому, что если допустим все-таки ты Ну вот спонтанно заехал к Веронике У Вероники нет ни макияжа, ни прически Она моет окно, у нее волосы назад, она вся вмыли, вся никакая Вся набикрень, и ты заходишь вот домой Тебя это будет шокировать или как-то вот? Нет Почему? Ну потому что Вероника классно себя преподносит Ну есть девушки, которые создают себе какой-то, так скажем, сценический образ, в котором они показываются на людях Все к этому образу настолько привыкают, что потом действительно шокируются, когда видят другие картины бытовые А Вероника, она универсальная красотка Она одинаковая, что так, что так То есть у нее нет такого седического образа, она просто себя ровет Красоту ничем не испортишь Как он? А Вероника? Да, молодец А Вероника, решение краситься, все нормально Нет, ну хорошо Я один раз попробовал, не получилось Да я не про косметику, я вообще, ну а если ты допустим нечаянно как-то вот Не специально, но вот оказалось вот как-то что-то Каком он виде? Бородатым или нет? Понимаешь, ну вот, ну ты вот, ну не знаю, Миша там чем-то занимается, что-то там он делает, там что-то он каких-то в своих делах, вот в таких вот все это Регулярно И вдруг ты Ничего страшного Ну нормально все? Все хорошо Все хорошо Сижу у меня в сторонке, пока он занимается своими делами Видите как, ну вот, наверное, все-таки это потому что ваши отношения больше, чем дружеские, я так полагаю Потому что очень большой процент людей, как Миша сказал Я бы сказала больше, наши отношения основаны на дружбе Это гораздо больше, чем когда люди познакомились и такие, ой, ты красивая, я красивая, давай быть вместе, да, давай Да, давай Мы в первую очередь подружились, и как бы в первую очередь мы дружбой дорожим, а вокруг этого уже всего-то что-то Вы знаете хорошо друг друга, это важно Смотришь, как они мудро рассуждают, Саша Ну мудро же рассуждают, ну как приятно, да как приятно Саратик вкусный Поел Нам мысленно Миша, я очень, я прям счастлива, что ты, тебе понравился сад Да он, конечно, голодный, с утра не ели, нервничали, все Итак, давайте, потом все равно продолжим разговор еще Мне очень интересна Миша, Миша, с на позиция Саша сказал, меня не трогайте вообще, я с вами покойлю, да все Если он что-то забудет, он обязательно сам скажет А меня, говорит, не теребите Итак, мои дорогие, Дианочка и Миша Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому